Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Я эксперт по управлению реальностью, а также человек, в чью страну пришла война. Я украинка. И сейчас моя страна переживает сложные времена, а страна — это всегда люди. И моя задача — помочь себе, помочь другим людям справиться с этим моментом. И сегодня я хочу начать, наверное, некую серию видео с темой бизнеса, денег, потому что, во-первых, это напрямую связано с нашим мышлением, а во-вторых, у большинства из нас появляется вопрос, ну как же так, идёт война, о каком бизнесе, о какой работе может идти речь? А с другой стороны появляется встречный вопрос, а как же мне жить, если сейчас стыдно говорить про деньги, когда кого-то убивают, стыдно говорить про какое-то будущее, но я хочу вас, не знаю, успокоить или что вам сказать, но жизнь продолжается. И как бы мы того ни хотели, нам нужно думать про деньги, говорить про деньги, а главное — зарабатывать деньги. Ведь, по сути, нам все вокруг говорят о том, что нам необходимо плакать экономики, нам всем вокруг говорят о том, что нам необходимо держаться на плаву. Но как держаться, если мы живём в материальном мире? Просить милостыню? Просить подаяния? Нет. Мы с вами не знаем, сколько это может продлиться. И мы должны помнить о том, что сейчас мы проходим очень важные жизненные уроки. И как раз вопрос денег, вопрос своего ощущения, которое мы, в общем-то, испытываем сегодня, думая про деньги, думая о том, как согласовать. Великая жизнь и такое простое, и не очень ценное, как деньги. Деньги для многих из нас не представляют ценности в голове, но как бы стыдно иметь это как ценность человеческую. И в то же время представляют ценность, как тот ресурс, с помощью которого мы можем жить. И вот здесь первый момент, на котором я хочу обратить ваше внимание, это наше мышление. Потому что многим из нас, за что-то многим, практически всем, буквально вбивали в голову, что деньги — это стыдно, что думать о деньгах — это последнее дело, что деньги ничего не решают, что самое главное — это другое. И в то же время нас учили плохо думать о людях, у которых есть деньги, говорить о том, что они украли, о том, что они наворовали, о том, что они нечестные. И вот мы сидим сейчас и очень хотим быть честными, нормальными, но в то же время являемся полнейшими жертвами, потому что получается, что денег у нас нет, мы вынуждены жить плохо, и единственное, что остаётся делать, это списывать то, что у нас нехватка денег, в том, что кто-то наворовал. Но давайте зададим честный вопрос. Зависит ли действие других людей напрямую от того, что происходит с нами? Если у кого-то денег много, это почему? Потому что он их заработал, наворовал или что-то сделал? Или потому что мы чего-то недоделали? Потому что у нас нет достаточного образования, желания, возможности, действий каких-то направленных на то, чтобы иметь деньги, тем путём, в которых мы в состоянии дотянуться, собственно, заработать. Вот первое, что мы должны осознать, что другие люди, которые имеют или не имеют деньги, совершенно не имеют отношения к нам. Что то, сколько у нас есть денег, это исключительно наше с вами, ну, это находится в зоне наших с вами компетенций, возможностей, задачи, решений. Это зависит исключительно от нас, и другие люди здесь ни при чём. Уж простите, если вы ни черта не умеете делать, если у вас нет никакой ценности, то сколько бы денег рядом не было у какого-то дяди, или вообще у Вселенной, простите, за что она должна эти деньги отдать вам. Поэтому задача, прежде всего, упрощается тем, что важно осознать. Вы зарабатывали и продолжаете зарабатывать или не зарабатывать столько, сколько вы сегодня стоите, насколько вы способны дать пользу. Момент номер два. Деньги не могут быть предметом стыда. Деньги – это момент такой же необходимости, как, например, и еда. Вы же не стыдитесь, что вы хотите есть, или что вы хотите в туалет. Это естественная потребность человека. И деньги как раз являются естественным инструментом для обмена того, что я умею и могу, на то, что мир готов мне заплатить за мои навыки и умения. И вот здесь как раз и кроется первая часть. Если сегодня вы стыдитесь зарабатывать деньги, не знаете, как к этому вопросу даже подойти, думаете о том, что как-то нужно собирать, знаете, прикрываются люди чем? Нужно собирать деньги в СССР, нужно помогать тем, кто пострадал. Безусловно, это важно и нужно. Но прежде всего важно обезопасить и обеспечить себя, своих детей, своих близких. И если вы не в состоянии этого сделать, это говорит прежде всего о том, что в вашей голове есть очень серьезные, мощные, финансовые, негативные программы, которые буквально не пускают к вам деньги. И я скажу больше, очень часто и притягивают конкретно в вашу жизнь проблемы, после которых следует облегчение. Как хорошо, что сейчас война, и мне не нужно оправдываться, почему у меня нет денег, потому что их ни у кого нет. И вот тут самое интересное, будь то это война, кризис, коронавирус или что-то еще, люди всегда делятся на категории, кто продолжает зарабатывать, начинает зарабатывать или просто зарабатывает, и те, у кого денег нет. И что бы ни происходило, всегда будут те, кто богатеют, или как минимум не теряют, и те, кто идут вниз. И вопрос здесь абсолютно не в том классном утверждении или оправдании, что те воруют, а я тут честный. Задайте себе вопрос, вам это оправдание вообще как-то помогает? Что оно вам дает? Оно дает вам облегчение? Вам достаточно иметь оправдание, почему вы бедны, и почему у вас ограниченные финансовые возможности? Вам достаточно чувствовать себя хорошо, только зная, что вы кого-то поливаете грязью, но у вас-то от этого не пребывает? Вот здесь как раз, друзья, и задача развернуть свой мозг в сторону себя и осознать, что то количество денег, которое вы сегодня имеете или не имеете, исключительно вопрос вашего мозга. Вопрос того, что вы не разрешаете, того, что ваше подсознание давно взяло в себя ту программу, что деньги – это плохо, деньги – это про плохих людей, про деньги нельзя сейчас думать, и вот такой элементарный момент, часть жизни наша материальная стала для вас стыдным. Многие предприниматели и люди в очередной раз столкнулись со сложным моментом и вдруг замерли. Что же делать? Ведь продавать сейчас стыдно, ведь никому сейчас ничего не нужно. Разве перестали люди есть или покупать одежду? Разве, несмотря на военные действия, у людей пропало полное желание вообще делать что-либо? Нет. Представьте, что остались заведения, которые по-прежнему работают настолько, насколько возможно. Осталось огромное количество магазинов, которые начали производить новый, более, скажем так, специфический товар на данный период времени. Огромное количество людей выехало, и далеко не все живут бесплатно. Многие продолжают снимать жилье, многие имеют деньги и так далее, и так далее. Мир не остановился. И вот важно здесь осознать, что возможно все ваши затыки и до войны, и во время, а что хуже после, если вы их не проработаете, то с деньгами ничего у вас не получится. И единственный ограничитель, который вам мешает, это ваши ложные убеждения. Ведь на каждый случай вашей жизни у вас есть оправдание. У меня нет денег, потому что сейчас война, потому что люди сейчас не покупают, потому что это сейчас никому не надо, потому что всех сейчас уволили, потому что людям сейчас не до этого. Это ложь. Всегда есть так, но есть и по-другому. В любые и довоенные времена было все точно так же. И я хочу, чтобы вы задали себе главный вопрос. А хочу ли я зарабатывать? Понимаю ли я, что мне нужно зарабатывать? А затем следующий. Понимаю ли я, что зарабатывать мне стыдно? Стыдно просить. Стыдно быть взрослому человеку, который не в состоянии себя прокормить и вынужден опираться на кого-то другого. А моя задача – научиться содержать себя, возможно, своих близких, возможно, помогать и осознать, что же мне мешало. Пожалуй, на этом я остановлюсь и продолжу в следующем видео эту тему. Помните о том, что ключ ко всему лежит в вашей голове. И вы можете сами подписать себе приговор, который приведет вас к дну, или создать свой счастливый билет и запустить ту работу, которая приведет вас совершенно на другие вершины. И раз уж у вас есть время сейчас, и раз уж у вас, возможно, нет работы или нет денег, это прекрасно, потому что, наконец-то, у вас появилось время и возможность для того, чтобы пойти по другой тропинке. Так что, если у вас есть такое желание, обязательно дождитесь моих следующих видео.